Здравствуйте! Вы смотрите Крымли в программу о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые подрывы электроопор Херсонской области. Выведены из строя две из четырех линий энергопоставок в Крым. Упали две опоры. За день до подрывов нардеп Георгий Лагвинский обнародовал результаты служебной проверки Кабмина по энергоконтракту снабжения полуострова. В ней говорится о том, что документ носит признаки целого ряда преступлений. Прокуратура АРК возбудила ряд уголовных дел, а вот само правительство Украины так никаких действий по поводу контракта и не предприняло. Не допустить продления контракта о поставках электроэнергии в оккупированный Крым призывают лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и нардеп Георгий Лагвинский. Они обнародовали результаты служебной проверки Кабмина обстоятельств заключения скандального контракта, подписанного между государственными предприятиями России и Украины год назад. Согласно выводам, трехсторонний договор на поставки электроэнергии в Крым содержит признаки целого ряда преступлений. К тому же, по данным расследования, только в январе этого года он причинил убытки госбюджету на сумму около 100 миллионов гривен. Я хотел бы процитовать вам висновки этой комиссии, яке я зазначил Кабминет Министров Украины. В действиях причетных докладных контрактов посадовых осіб в месяцах ознаки злочинів. Передбачено статтями 111. Державная зрада, 191. Привласнение затрата майна або завладнение ним шляхом зловживания службовым становищем. 258 терапять – финансование терроризму, 358 подробных документов, печаток штампов точно. Прокуратура Крыма порушена криминально проваджена за зазначенным фактом. Можете також поведомить, що відносно осіб, які фигурують в контакте, теж існує криминально провадження. Одною із сторон контракта, по словам Лагвинского, является Крымэнерго. Українське предприятие, отнятое оккупантами. На данный момент оно не имеет никакого законного статуса. И заключать контракт с ним украинские чиновники права не имели. К тому же в отношении нынешнего руководителя Крымэнерго Виктора Плакиды открыто уголовное производство по статье 111 «Госизмена». Лагвинский утверждает, что контракт лоббировали лица, приближенные к российскому бизнесмену Константину Григоришину. Сам бизнесмен тоже признался в СМИ, что принимал участие в подписании договора. Нардеп уверен, те, кто способствовали заключению энергоконтракта, скрывали этот факт и пытались скрыть другие его детали. Итак, например, в рамках служебного расследования фигурировал контракт, вроде похожий, только вместо слова «Крымский федеральный округ» здесь написали «Крымский полуостров». Однако лица, которые пытались скрыть эту историю, не обратили внимания, что копия оригинального контракта осталась в таможне. Он выглядит немножко по-другому. На нем есть печать таможенных органов. Лагвинский отмечает, что скандальный контракт следовало бы разорвать, однако по условиям документа это не так просто. Все споры по нему должны рассматриваться российским арбитражным судом. То есть надеяться на его объективное решение невозможно. По итогам служебной проверки Кабмина было рекомендовано вынести на рассмотрение парламента вопрос об увольнении министра энергетики Владимира Демчишина. Однако он до сих пор занимает свою должность и публично заявляет о необходимости продления контракта. Ну это примерно так. Скажем, во Второй мировой войне Советский Союз какой-то министровый приносит постановление передавать гитлеровцам на оккупированной территории продукты питания, электроэнергию, потому что там остались наши граждане. Вот представьте, что бы было бы с этим министром. Мы об этом, конечно, будем говорить с президентом. Я думаю, все-таки этот договор не будет подписан, но я хотел бы, чтобы об этом знала общественность. Нардепы требуют не просто не продлевать контракт об энергоснабжении Крыма, но и ввести энергоблокаду полуострова. Украинские власти заявляют, что перед этим необходимо обезопасить регионы Украины, которые могут пострадать, если российская сторона примет ответные меры и тоже ограничит энергопоставки в страну. Почему, если более 95% крымских татар говорят, отключайте все, прекращайте все, любые поставки мы готовы терпеть, лишь бы эта оккупация кончилась? А почему там не могут потерпеть временные неудобства, связанные с поставками электроэнергии? Где тут у нас такое равноправие? Эти разговоры о том, что вот там будет плохо, там будет темно, а вот тем людям, нашим ребятам, которые на границе погибают, это что, легко? Где же так однозначное отношение ко всем нашим гражданам? Между тем, компания TNS Online Track огласила результаты своего опроса относительно мнений жителей материковой Украины об энергоблокаде Крыма. Согласно ее данным, эту идею поддерживает почти половина граждан. Против нее высказались 38% респондентов. Опрос был проведен в октябре. Больше всего сторонников энергоблокады среди жителей западных и центральных регионов страны. Закручивание гаек в целом ряде политических дел. В Крыму продлен арест политузникам по делу 26 февраля. Заместителя главы Межлиса Ахтема Чайгоза будут содержать под стражей до 29 января. Али Асанова и Мустафу Дегерменджи до 19 февраля. На этой же неделе Верховный суд РФ отказался рассматривать касационную жалобу адвоката политзаключенного Геннадия Афанасьева. Напомню, он приговорен на 7 лет колонии строгого режима по делу группы Сенцова. Защитник Афанасьева считает, что такой быстрый отказ говорит о том, что принято политическое решение не пересматривать неудобное для российской власти дело. Адвокаты всех узников, тем не менее, не собираются останавливаться и продолжат добиваться свободы для своих подопечных. Еще одно судебное дело инициировала журналист Лиля Буджурова. Она подала иск против ФСБ, которая не допустила к ней адвоката во время проводившегося у нее дома обыска. Во всех этих подобных случаях главное не пускать руки и отстаивать свои права, уверены правозащитники. Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу крымской журналистке Лили Буджуровой о недопуске ее адвоката к следственным действиям во время проведения сотрудниками ФСБ обыска в ее доме 2 ноября. Сторона защиты заявила отвод судье, однако и это требование удовлетворено не было. Я предполагал нам отказали в удовлетворении данной жалобы. Суд посчитал, что нет никаких доказательств, подтверждающих то, что следователь лично мне отказал в допуске в помещении, где проводился обыск. В ходе судебного процесса я заявил отвод судье. Я считаю, это не мотивированный. Этот отвод также был отклонен. Я благодарен суде только лишь за то, что он дал возможность в дальнейшем обжаловать это постановление, придать огласке данные незаконные действия следствия и получить окончательное решение уже у более высших судебных инстанций. По словам адвоката, суд вынес решение, отказавшись заслушать свидетелей, которые могут подтвердить, что его не допустили в помещении, где проводился обыск. Таким образом, было нарушено право собственников дома на защиту, утверждает он. Джамиль Тимишев и Лиля Буджурова не намерены останавливаться только на крымских судах. Чтобы создать судебный прецедент и получить ответ на вопрос, гарантирует ли Российская Федерация человеку право на юридическую помощь, адвокат и журналистка намерены дойти до Верховного суда России. Факты рождения и смерти людей, живущих на временно оккупированных территориях Украины, сейчас устанавливают только в судебном порядке. Правозащитники настоятельно предлагают власти все же продумать административную систему выдачи таких документов. О предложениях юристов и реакции Минюста наш следующий сюжет. Правозащитники заявляют о необходимости скорейшего введения в Украине административной процедуры выдачи документов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве. Они напомнили, что на данный момент уже принят в первом чтении законопроект номер 3171, который упрощает процедуру выдачи украинских свидетельств о рождении и смерти крымчанам и жителям зоны АТО. Он предусматривает, что выдача документов будет производиться через суды. Правозащитники же считают, что судебная практика в этом случае должна применяться только в самых сложных и неоднозначных случаях. А большая часть актов гражданского состояния должны выдаваться при помощи простой административной процедуры. В пример приводится опыт Грузии и Молдовы. Будь-яка особа зацикавлена, может подать заяву щодо реестрации законодательства Грузии, может подать заяву щодо фиксирования факту, который мает юридическое значение, а самым факту народжения. Кроме того, по качеству дополнительных доказательств, не главных, если подкреслить, могут приниматься до уваги другие документы. При этом власти Грузии и Молдовы, так же как и украинские, не признают документы, выданные на оккупированных территориях. Поэтому в Украине не должно быть проблемой принятия к сведению чиновниками документов, выданных оккупационными властями, как доказательство фактов рождения и смерти, уверены правозащитники. В таком случае речь не идет о признании украинскими органами власти оккупации Крыма и регионов Донбасса. В Министерстве юстиции Украины об этом иностранном опыте знают и изучают возможности введения такого административного порядка выдачи актов гражданского состояния в Украине. Но пока ничего конкретного не обещают. Административный порядок был бы намного простым, но мы должны помнить о двух вещах. Стосовно свидетельств о народе, мы должны помнить о безопасности торговли людьми и такого прихованного усыновления. Стосовно свидетельств о смерти, это еще более проблемнейшее вопрос, потому что люди, которые воювали или поддержали эти так называемые незаконные республики, которые могут попробовать легализовать себя, отримать новое жизнь, то есть, отримавши такую доведку про смерть этой особи, потом выдать новые документы ДНР, ЛНР, или российские документы, я не знаю, или другие документы. На данный момент для решения проблемы предлагается законопроект номер 3171. Срок принятия замечаний и предложений к нему перед вторым чтением в парламенте уже подходит к концу. В Министерстве юстиции Украины полагают, что законопроект может быть принят в целом уже на следующей неделе. В ведомстве отмечают, что с учетом высказанных замечаний придется увеличить срок рассмотрения судами дел по установлению фактов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Изначально предполагалось отвезти для этого 24 часа, но после многочисленных обсуждений стало очевидно, что украинские суды не смогут соблюсти эту норму, поэтому в Минюсте рассматривают вопрос увеличения срока рассмотрения таких дел от 48 часов до 4-5 дней. Фактически же судебные тяжбы по таким фактам в украинских реалиях длятся несколько месяцев. И в гостях у нас в студии Сергей Зайц, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Сергей, добрый день. Как сейчас обстоят дела с выдачей украинских документов крымчанам, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти? Сейчас дело обстоит достаточно сложно по тем фактам, которые я знаю. Сейчас не применяется так называемая административная процедура, то есть ЗАГСы, как это принято называть в народе, органы регистрации актов гражданского состояния, прекратили выдачу, в частности свидетельства о рождении, свидетельств о смерти гражданам и отправляют всех в суд. И далее действует обычная процедура доказывания фактов в суде. Что сейчас может служить доказательствами и как, по вашим расчетам, по вашим надеждам, новый закон сможет изменить вот эти факты доказывания о рождении и смерти? Вы знаете, если речь идет о внесении изменений в гражданско-процессуальный кодекс, связанный с регистрацией актов гражданского состояния для крымчан, то, на мой взгляд, этот законопроект никак эту проблему не решает. Он создает видимость решения, он создает видимость работы, и стремление все-таки что-то делать в этом направлении, признание проблемы со стороны украинских властей, это положительный момент, но те средства, которые в данном случае используются, они совершенно не позволяют решить эту проблему. На самом деле проблема только отодвигается. Единственное, что может сейчас решить этот законопроект, это укоротить сроки рассмотрения подобных дел, сократить их до одного дня, но практика показывает, что этот срок вряд ли будет соблюдаться. Сейчас говорит Минюст о том, что они сами поняли уже, что один день нереален, и нужно заложить какой-то более длительный период, 48 часов или 5 дней, то есть этого срока тоже не будет, 24 часов не будет. И очень такой момент, острый, на мой взгляд, то, что судьи говорят, мы, почему, если в законодательстве не признаются Крым оккупированным и оккупационные документы, как мы, как судьи, можем принимать вот эти документы в доказательство? На ваш взгляд, как можно решать эту проблему? Знаете, ну, если говорить о сроке регистрации, вот я хотел бы на этом остановиться чуть-чуть поподробнее, то основная проблема состоит в том, что граждане Украины, которые приезжают на материк с территории Крымского полуострова, должны иметь возможность решить свои вопросы как можно быстрее. Поэтому, если этот срок будет превышать один день, то эта процедура уже не будет являться для них достаточно эффективной, она будет требовать приехать, остаться где-то, жить, либо приехать, уехать, вернуться и так далее. Это все порождает огромные сложности, в отличие от обычной процедуры регистрации рождения, когда это можно сделать в течение нескольких часов, представив документы в органы регистрации актов гражданского состояния. Вот что касается, извините, что касается самой процедуры, то тут на самом деле существует серьезная коллизия между правами человека и политическими интересами. На политической чаше здесь лежат интересы государства по непризнанию принадлежности территории к Российской Федерации, по непризнанию полномочий тех органов, которые сегодня действуют в Крыму. Когда мы говорим о правах человека, то здесь речь идет о реализации гражданами своих обычных прав. И вот здесь существует очень серьезная коллизия, и в принципе намек на разрешение этой коллизии содержится в так называемом намибийском исключении. Это некий принцип, который сформулировал Международный суд ООН при рассмотрении дела относительно последствий пребывания Южноафриканской республики в Намибии. И он звучит примерно таким образом, что, я очень приблизительно его сейчас пересказываю, что политические интересы, связанные с непризнанием каких-либо документов, выданных неполномочными властями, не могут ставиться или противопоставляться правам граждан. И, то есть, по сути, если так немножко вольно истолковать этот принцип, то принцип здесь примерно такой, что политический интерес непризнания российских властей в Крыму, он не может иметь более высокий приоритет, чем права граждан, которые находятся на другой чаше весов. И здесь необходимо искать такой способ решения проблемы, который будет обеспечивать реализацию прав граждан. На Ваш взгляд, удастся ли правозащитникам добиться от органов власти введения не судебной, а административной процедуры? Возможно ли это в наших условиях сейчас? Ну, если бы мы считали, что это невозможно, мы бы не занимались этим вопросом и этой борьбой, поскольку, к сожалению, проблем достаточно много, проблем, на которые стоит и приходится тратить свои силы. Мы, безусловно, верим в то, что разум победит, и что будет найдено рациональное решение, которое учитывает все интересы. Дело в том, что вот одной из проблем вот этого законопроекта является то, что, по сути, проблема признания или непризнания документов перекладывается с исполнительной власти на судебную власть. Она просто отодвигается чуть-чуть дальше. Но сама по себе эта проблема все равно не решается. Если этим займется административная ветвь власти, то, конечно, всем идет проще. И крымчанин приедет. Достаточно быстро это можно будет решить. Ну и в принципе это будет обычная стандартная текущая процедура, а не усложненная судебная, которая может затягиваться на какие-то определенные сроки, учитывая то, что и суды загружены. Ну и в любом случае административная процедура всегда легче. Безусловно, и суды все равно столкнутся с проблемой установления обстоятельств и сложностью доказывания определенных обстоятельств иначе, как припосредствии документов, которые были выданы в Крыму. И по сути это ненужное усложнение, которого можно на сегодняшний день избежать. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в студии в гостях был Сергей Заяц, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Аксенову стыдно за Крым, особенно за Симферополь. Санитарное состояние крымской столицы самопровозглашенный глава Крыма на этой неделе сравнил с гадюшником. Таким город еще не видели, говорят симферопольцы. Шокированы и те, кто радовался российской аннексии. Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов критикует коммунальные службы Симферополя за плохую работу по благоустройству. Свои возмущения он высказал на заседании штаба общественного движения «Народный фронт за Россию». Аксенов так разразился критикой, что публично назвал крымскую столицу гадюшником. «Я вчера вечером общался с Геннадием Сергеевичем, ездил сам за рулем по городу, смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы. Гадюшник просто. Надо Крым, конечно, почистить. Стыдно просто». Аксенов призвал общественников активно подключиться к очистке города от мусора и совместно с коммунальщиками навести порядок. Глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев, в свою очередь, обвинил в сложившейся ситуации горожан. «Работа администрации города еще не прошла год. За этот год сменилось два, уже будет третий замы по ЖКХ и четыре руководителя департамента городского хозяйства. Потому что я недоволен тем, как в том числе и убирается, и поддерживается санитария в городе. Причина не в том, что кто-то не знает или не умеет. Причина в том, что для этого нужно время, ресурсы и сознание наших горожан. О чем я говорил уже несколько раз. Нормативка – это совсем другое. А здесь переломать сознание. Мы же… Опять повторюсь, где грязно-то? Мы убираем. 40% больше. А мусор не уменьшается, он увеличивается. Причины ясны и понятны. Халатное, негативное, пренебрежительное отношение к своему городу. Вот все, что я могу сказать. Вообще удивлен этому». Вслед за публичной критикой со стороны Аксенова последовало увольнение ответственного за городское хозяйство Симферопольской администрации Олега Сальцина. Якобы за обман. «Сказывает мне одно, я вижу другое. Глава республики поддержал. Сейчас будет подбор нового руководителя. Ну, вот, к сожалению, нет специалистов, которые бы настолько глубоко и детально вникали в каждый вопрос». С тем, что Симферополь превратился в гадюшник, согласны и его жители. «Согласны сто процентов. Надо вообще-то народ какой-то стал безразличный ко всему. Вообще-то надо субботники. Раньше, я помню, когда вот деревья обкапывали, белели, когда весна приходила. Сейчас это ничего не делается, никому ничего не надо. Какие-то люди стали безразличны. А вообще город грязный, очень грязный. Асфальты тоже, вот эти дыры, вот эти все». «Ну, конечно, надо не только в городе. Там села кругом, грязь, не убрана, ничего. Конечно, нам хотелось бы получше. А так как у нас только деньги получают, а отвечать не за что не хотят». «Нет дворников на уплате. Нет дворников. И если, допустим, им сейчас прибавили зарплату, как они раньше подметали, то им добавили подъезды мыть». «Симферопольцы говорят, работать за копейки, которые сейчас платят городским дворникам, никто не желает. Это при том, что уровень жизни крымчан заметно снизился. Говорят об этом даже сторонники российской аннексии Крыма». «Хуже, хуже становится. Такого же не было раньше. Почему нет денег? Почему нет денег? Как обещали, все будет хорошо. Как мы радовались этой России. И вдруг получается, что и пенсии эти ужасные. Ужасные 7 тысяч. 7 тысяч – это на 7 дней пенсия. Ну, пускай на 14. Следующего ответственного за уборку мусора в Симферополе собираются назначить на ближайшей сессии горсовета. Дата ее проведения пока неизвестна. В Крымской столице с помпой открыли новый подземный переход на проспекте Победы. Его сдачу откладывали трижды. То, что получилось в итоге, шокировало горожан. Ступени лестницы выложены скользкой плиткой, пандусов и поручней попросту нет. Главный архитектор Симферополя собирается обратиться в оккупационную прокуратуру и службу стройнадзора. Открытие перехода в таком виде он назвал насмешкой над здравым смыслом и заявил, что проект строительства с ним не согласовывали. Теперь, по его словам, чтобы установить пандусы, придется ломать новые ступени. В оккупированном Симферополе президентская партия «Единая Россия» ушла под землю. Такая картина открывается при виде долгостроя на проспекте Победы в районе автобусной остановки улица Бородина в крымской столице. Это подземный переход, первый объект, который построили в городе после российской аннексии Крыма. Однако оборудовать специальные спуски, лестницы для детских колясок и оборудовать его для людей с особыми потребностями перед открытием не успели. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Для кого такой переход? Позорище. Для пожилых хотя бы перила закрепили по бокам. А инвалидам и мамам с колясками получается, нужно дома сидеть или перебираться поверху через дорогу. Лидеру симферопольских единороссов следовало бы приехать заранее на объект и посмотреть, стоит ли спортивными флагами выходить. Мэру города, торжественно открывшему сегодня долгожданный недоделанный переход на проспекте Победы, большой привет от мамочек с колясками и инвалидов. Глава оккупационной администрации Симферополя обещает, что необходимые атрибуты в переходе появятся уже в ближайшее время. Где поручни, где специальные съезды для колясок, скажу, что это все в пути, две недели подрядчик получает, устанавливает. Но еще тут будет предусмотрен подъемник для инвалидных колясок. Этого вообще у нас в городе не было. А вот торговые объекты в новом подземном переходе появятся только с разрешения горожан, уверяют оккупационные власти Симферополя. Только с согласия жителей микрорайона, если, допустим, необходимы будут какие-то небольшие торговые точки для их удобства, допустим, для товаров первой необходимости, может быть, и будет, потому что ширина позволяет, но все это будет выноситься на общественное слушание. Строительство этого подземного перехода длилось более двух лет. Работы здесь начались еще при украинской каденции Крыма, а завершали их уже в оккупации. Стоимость объекта составила порядка 8 миллионов российских рублей. Это были все новости на сегодня. Больше информации на сайте Черноморки и Блэк Си Ти Ви. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин